Итак, соответственно, меня зовут Григорий Зайцев, я буду вас ввести курс по эстетике. Так как наш учебный план не позволяет нам всесторонне раскрыть проблематику данной дисциплины, то я избрал путь во многом нетипичный для университетской практики. Каждый год я читаю свой, совершенно не похожий, предшествующий курс по эстетике. И с 2016 года я стал их записывать на видео. И, соответственно, за это время в сети появилось 4 совершенно различных курса по эстетике, которые я условно называю сезонами. Так вот, цикл, который я буду читать вам, будет именоваться пятым сезоном. Все лекции, которые я буду читать здесь, они пишутся и будут выкладываться в сеть на моем канале YouTube. Соответственно, вам достаточно просто в YouTube ввести Григорий Зайцев, эстетика, пятый сезон добавить, да, и вы выйдете на те лекции, которые здесь будут. Это для тех, кто по какой-то причине не может посетить лекцию, да, для опаздывающих и так далее. Ну, понятно, что лекции там будут появляться не через минуту, да, после окончания лекции. Это не прямая трансляция. Но, соответственно, в любом случае там их можно будет найти. Сразу же скажу, что когда на мой канал выйдете, не пугайтесь, там будет большое количество оркестровой музыки, а не лекции. Я по, не знаю, даже по основному или не по основному, для полимата это достаточно проблематичное определение, но по одному из основных своих образований я композит. Поэтому там будет в основном регистровая музыка. Лекции там будет тоже более чем достаточно. Поэтому любую пропущенную здесь лекцию вы сможете найти в сети и с ней ознакомиться. По этой же причине попрошу вас в течение лекции по возможности быть, ну, наименее шумными и задавать вопросы в конце лекции, чтобы ваши коллеги, или вы же, когда будете пересматривать материал, получали его в более-менее структурированной форме, да, они были вынуждены слушать бесконечные дискуссии студента с преподавателями на отвлеченные философские темы. Если вас заинтересует материал, а повторюсь, то, что я буду здесь вам давать, это более чем достаточно, чтобы сдать эту дисциплину, но, естественно, совершенно недостаточно, чтобы в ней разобраться. Потому что очень малое количество лекций. Ну, 10-12 лекций. Поэтому, если кому-то это будет интересно, пожалуйста, милости просим предшествующие курсы. Он не один, не повторяется. Каждый курс я предлагал какую-то определенную отправную точку и рассматривал совершенно различные примеры из области искусства и эстетического как такового. Ну, это следующий момент. И, естественно, нужно определиться с тем, как вы будете сдавать эту дисциплину. Я предлагаю провести в конце всего курса по лекциям своеобразный микротест. Микротест самого примитивного уровня, то есть с несколькими вариантами ответа. Причем я буду спрашивать не какие-то фундаментальные вещи, а вещи, просто наиболее, так скажем, которые могли запомниться из лекций. То есть это позволит мне определить, что либо вы присутствовали точно на лекции, либо ее послушали в сети. А, естественно, важны сами лекции, а не то, что я буду спрашивать в тесте. В тесте может быть, к примеру из того, что мы сейчас уже выяснили, в тесте может быть, как искать эти лекции. Это будет вызываться 5-й сезон, 6-й сезон, 7-й сезон. Если человек не может выделить какой-то сезон, то значит на YouTube он не заходил ни разу. На мой конкретный лекции. Те, кто постоянно будут ходить на лекциях, память у меня на лице неплохая, я, соответственно, поставлю высокую оценку автоматом. Потому что я больше верю в то, что знания могут дать плоды через время, а не спустя 4 месяца. Те же, кто не смогли написать нормально тест, и не ходили адекватно, постоянно на лекции, я им задам вопросы. Опять же, не на отвлеченные какие-то темы, ни по каким-то учебникам, ни по какой-то литературе, а потому что я здесь прочту. То есть, если человек не согласен с тем, как я оценил его тест, ну, мало ли, всякое бывает. вылетело из головы что-то. Но я задам пару вопросов. И это может поднять или опустить вашу другую палку. В общем-то, с этой темой мы разобрались, ее мы закрыли. Я специально это озвучил под камеру в самом начале, чтобы даже если те, кто здесь не присутствует, могли с этим сразу же ознакомиться и понять, как это будет происходить. Итак, что же у нас, в общем-то, за предмет? Что такое эстетика и чем она может быть полезна? Каждый раз, когда я начинаю очередной курс, я стараюсь определить эстетику по новому. Да, ее можно определить как философию искусства. И это будет правильно. Можно определить максимально широко, как учение о природе прекрасного и безобразного. Но можно с таким же успехом определить еще с десятком других способов, и все они будут в той или иной степени соответствовать природе этой дисциплины. Однако я бы не хотел забивать вам всем этим головой, но в то же самое время я бы хотел предложить такое определение, которое помогло бы вам проникнуть в сущностное ядро эстетического как такового. Это примерно то же самое, как с вашей профессией. Можно долго и мучительно пытаться определить, что такое журналистика. Это очень сложно сказать. Можно попытаться найти одну единственную отправную точку, хотя она и не будет исчерпывающе раскрывать природу описываемого феномена, и тем не менее зачастую ядро найдено. Пример определения, определение не в смысле, а логическое определение, может зачастую помочь в большей степени приблизиться нам к сущности явления, чем очень-очень-очень много всевозможных научных выкладок. Так и вот, известный архитектор, автор книг о теории искусства, Рен Колхас как-то сказал, что суть журналистики есть любопытство. Так вот, если ему удалось описать столь сложную профессию всего в одной единственной фразе, я бы тоже попробовал определить эстетику в одной единственной фразе. Так вот, суть эстетического в отношении человека к форме как источнику экспрессии. То есть, таким образом можно понять, что эстетика – это не только какая-то отдельная область научных изысканий, но также и то, что касается каждого из нас, то есть это своеобразный взгляд на мир. Журналист работает с любопытством. Своим, ну и, конечно же, прежде всего, с любопытством его читателей. Так вот, эстетик работает с осмыслением экспрессии формы. На самом разном уровне. От простейших вопросов «нравится» и «не нравится», до сложнейших, таких как попытка отыскать основания того, почему в ту или иную эпоху что-то считается прекрасным или безобразным, героическим или комическим, возвышенным или неизменным. Но самое сложное – это найти те культурные доминанты, которые являются очагами эстетической экспрессии нашей жизни. Именно это позволит делать прогнозы на ближайшие годы, а также судить произведения искусства, дизайну или просто красоту человеческого тела, а красоту животного или природного ландшафта, исходя не из наших субъективных взглядов, а из тех, которые не претендуя на объективность, тем не менее могут быть названы, по крайней мере, интерсубъективными. По этой же причине мы с вами будем проходить неучение прошлого, а эстетику античности. И так, как в любой дисциплине, чаще всего любят идти от так называемой печки, то есть от начала. Но мы не будем с вами такого делать, мы не будем проходить эстетические взгляды античности, возрождения или эпохи просвещения. Мы будем смотреть на эстетическое с точки зрения нашего 2020 года, то есть из 21 века. Чтобы научиться видеть закономерности нашего современного восприятия и определять те культурные эллиминанты, которым мы подчинены и которые без эстетического анализа могут показаться нам даже несуществующими, так как мы редко замечаем то, что в наибольшей степени воздействует на нас. Но так как видеть настоящее, это значит корректно сопоставлять его с прошлым, то, соответственно, так или иначе, мы будем делать небольшие прыжки в античности, в среднем, в ренесансе, в просвещении. Но это не будет осуществляться систематично, по ступеньям. Одна ступенька, следующая ступенька, следующая ступенька. Так обычно до современности и не доходят. Хотя по логике логичнее в таком случае было бы идти наоборот, от нашего дня назад, до ступенька. Либо наш день – это то, что дано нам непосредственно. Вообще, эта задача определит ту работу, которую я планирую развести в данном курсе. И тот порядок, а лекции, которую я вам планирую дать. Так вот, на протяжении многих веков люди верили в то, что существуют неизменные эстетические основания. То есть, нетуниверсальная красота с точки зрения человеческого начала как такового. То есть, общечеловеческое, вечно прекрасное. То, что произведения античных авторов или просто каких-то авторов минувших веков могли трогать людские сердца столь же, как и произведения их современников, заставляло теоретиков прийти к выводам, что все авторы, все времен стремились к одной и той же красоте. Но, в одних регионах культуры были менее развитые, естественно, с точки зрения европейцев менее развитые были восточные культуры. А в других регионах культуры были более развитые. Под самыми развитыми, естественно, подразумевалась Европа. Более того, считалось, что во все времена эстетический идеал красоты был доступен в разной степени. И сменявшие век от века в искусстве стили и манеры письма были не столько вызваны какими-то социокультурными явлениями, сколько большей или меньшей замутненностью единого вневременного эстетического идеала. Идеала прекрасного, который в наибольшей степени, как полагали теоретики такого толка, был доступен в эпоху античности. Впрочем, начиная с эпохи Реносанса, некоторых авторов считали достигшими уровня античных воятелей. Ну, прежде всего, речь шла о скульптуре. В частности, о такой похвалой мог похвастаться Николанджело Бланово. Иногда говорили даже о том, что тому или иному художнику или воятелю удалось отчасти превзойти античных мастеров. Но ориентация на одну и ту же культуру, на одну и ту же идею вечной, неизменяющейся красоты, которая, в общем-то, может быть спокойно прочитана из философии Платона, выведена, она сохранялась вплоть до самого конца 19-го столетия. Так вот, с рубежа 19-го и 20-го века все резко поменялось. Гуманитарные науки достигли такой фазы развития, что позволили переосмыслить концепцию единой и неизменяемой красоты. Но, по большому счету, именно в это время эти самые гуманитарные науки сформировались как таковы. Один из лидеров Венской школы искусствознания, Алоис Ригель, даже напрямую стал утверждать, что если в наши дни нам нравятся статуи Микеланджело, музыка Ягана Себастьяна Баха или пейзажи Каспара Давида Фридриха, то нравятся они нам не так же и не по той же причине, что нравились современникам этих великих авторов. То есть, если какие-то произведения искусства сохраняют популярность на протяжении веков, то это не значит, что не меняется наше представление о красоте. А значит лишь то, что эти конкретные произведения оказались достаточно гибкими и смогли быть включенными обновляющимся человеческим сообществом в его новые представления о прекрасном. Уместно это сравнить с каким-нибудь зданием, которое могло быть возведено как арена древнего Колизея, потом к нему же что-нибудь достроили, получили храм, потом из этого храма сделали склад для боеприпасов и так далее. То есть, одно и то же здание могло занимать в культурной жизни города все время важную роль. Но это не значит, что эта роль от века к веку была одинакова. Вот что, вероятно, самое значительное, что дала нам Венская школа искусствозрания, и на чем, в общем-то, основывается современный взгляд на историю искусства города. Примерно то же самое, как я вам писал, с зданием, меняющимся по функции, но неизменно занимающим центральную позицию в каком-то городке, то же самое происходит и с произведениями искусства, и даже с памятниками природы. Ну, начнем с того, что памятниками природы они вообще стали относительно недавно. До этого самого понятия такого не существовало. То есть, какой-нибудь красивейший лес изначально мог выступать в роли защиты от неприятеля, ибо по нему не особенно ты проедешь охотницей, а во-вторых, не сможешь провести стенобитные орудия. Потом, с течением времени, он мог стать прекрасными охотничьими угодьями. Затем обратили внимание на его красоту. Но не будем забывать, что наука тоже не стоит на месте, а она сказывается на обществе в целом. И теперь мы рассматриваем лес, еще и как источник обновления кислорода. Вот изменение одного и того же природного, заметьте, феномена с точки зрения социума. Ни о какой единой точке здесь говорить не приходится. И сходится она лишь в одном. Во все эти времена этот лес мог выполнять очень важную роль в жизни того общества, которое возле него жило. И это может показаться отчасти странным, но на самом деле от века к веку менялись не только эстетические взгляды на жизнь, но радикально трансформировались даже этические представления. Еще в эпоху позднего средневековья, не говоря уже о раннем, Одним из самых страшных проклятий, которые можно было сказать человеку Северной Европы, это пожелать ему смерти в лугу постели. То есть то, что сейчас считается едва ли не эталоном для кончины человека, легкая смерть в постели от старости, а не от болезни, в кругу любящих родных, тогда воспринималась как вершина бесчестия. То есть это вызывалось позорной смертью. И так каждый, кто умирал подобного рода смертью, попадал в Хель. Скандинавский подземный мир. И надо сказать, этот подземный мир далеко не самый дружелюбный. Конечно, не аналог христианского ада, но достаточно близко. И лишь тот, кто погибал в бою, получал желанную смерть. Смерть, которая высоко ценилась современниками, и которая могла служить обетованием того, что человек попадет не в Хель, а в Вальхал. Причем в зал Эльхериев, в качестве одного из лучших воинов, которых отбирал Один в свой Творец в Асгарде. То есть для современного человека погибнуть под копытом коня или утонуть в лодке, не говоря уже о том, чтобы ему пробили черепушку топором, является едва ли не самым страшным концом, какой он только может себе вообразить. Единственное оправдание такого рода окончения сейчас может быть то, что человек пал в бою, защищая, ну, допустим, своих близких. Это единственное, что может как-то искупить в наших глазах такую страшную смерть. Но для средневекового человека совершенно необязательно было оправдывать такую смерть вообще тем, что он кого бы то ни было защищал. Он мог, напротив, напасть на своего соседа и погибнуть в этом поединке. И несмотря на то, что он был агрессором, все равно его смерть принесла бы ему славу. А вот если бы он умер у себя дома в кровати, она бы принесла ему несчастье. То есть позор. Таким образом, хотя бы на этом единственном примере можно продемонстрировать то, что с течением времени радикальнейшим образом меняются социокультурные коды. И когда мы говорим не об этической составляющей, а о составляющей эстетической, можно сказать, что они меняются в еще значительно большей степени. Приведу пример из области искусства. Как вы отлично знаете, вплоть до недавнего времени в Европе на протяжении большого количества веков были мощные гомофобные настроения. Гомосексуализм считался тяжким преступлением. И это было закреплено в законодательстве. Однако, в области искусства могли появляться странные эстетические образования, в которых не только нечто родственное запрещенным в области этики оказывалось разрешенным, но и попадало в категорию своего рода высшей формы проявления красоты. Одной из таких причудливых форм была барочная итальянская опера, в которой пристаны кастраты. Особенностью данных развернутых сценических представлений, которые шли по 3, а то и 4 часа, было то, что там не только мужчин исполняли кастраты, которые пели высокими голосами, похожими на женские, а иногда даже выше женских голосов, но и роли женщин также исполняли мужчины кастраты. В одной из самых популярных опер 18 века «Ахтаксеркс» Леонардо Винчи, не путать с художником, да, Леонардо, да, Винчи. Винчи – это лидер неаполитанской, позднепорочной итальянской оперы. Так вот, в ней из шести персонажей пять – это кастраты, или как их раньше называли, сапронисты, и один единственный тенор, то есть мужчина, тоже поющий весьма высокий голос. И публику того времени, которая нещадно боролась с любыми намеками на садомию, то есть гомосексуализм в обществе, не только вполне устраивали спектакли, в которых исторических героев, таких как Юлий Цезарь, «Дарий» или «Ксеркс» или «Героев мифических» пели кастраты, по сути, высоким женским голосом. Их абсолютно устраивало не только это, их устраивало и то, что все любовные перипетии разыгрывались двумя мужчинами. Таким образом, мы сталкиваемся с совершенно уникальным феноменом, с тем, что эстетическое образование, которое, надо сказать, просуществовало от начала XVII века до самого начала XIX столетия, именно как масса появления, то есть больше двух веков, совершенно расходилось с тем, что было принято в обществе на уровне этики. Да, здесь, естественно, речи не шло о том, что есть, так скажем, прямые появления гонофилии, но в данном случае мы отлично с вами видим, что никого не обманешь, что за женщинами скрывается с женскими образами мужчин. Уникальная, конечно, постановка вот эта камера, конкретно, стиль его кареты. Единственное, насколько я знаю, с обозримой нам современности, когда полностью эта опера воссоздана со всеми мужчинами, а не женскими голосами, как это пели до настоящего времени. То есть понятно, что в XX веке все эти арии исполнялись женщинами, написанные для сохранности. Ну, так и вот, к началу XIX века триумф Кастратов помер, и далее на протяжении почти двух столетий эта традиция и даже простое упоминание о ней вызывало у публики скорее неприличную смешку. И только в наши дни, в том числе и на волне ЛГБТ-движений, ЛГБТ-плюс, когда предрассудки относительно ориентации и прочей пулитанской вереси были отброшены, по крайней мере, передовой частью общества, данные оперы стали возобновляться в их искомой версии. Правда, теперь для исполнения этих партий задействуются не несчастные Кастраты, а Контротенора. Это аналог с природным голосом. Стала развиваться школа Контротеноров, для них не требуется никакая операция, и Кастраты-то были неевнуками, и сейчас-то будут, там речь шла всего лишь о пресечении двух артерий. Но здесь речь идет о людях, которые поют высочайшими голосами, без какого бы хирургического вмешательства. Важно здесь другое, то, что вы видите на сцене, исключительно мужской состав, который разыгрывает перед нами состав с двойной сексуацией, то есть и мужской, и женской. И надо сказать, что это сейчас далеко не каждый человек выносит адекватно. Я вам всем советую обратиться к вот этой постановке, она есть в очень хорошем качестве, и Артаксеркс, как высшая, как наиболее известная драма Пьетро Метастазио, она, естественно, на русском языке тоже есть. Вы можете просто следить по тексту. Более того, Артаксеркс Метастазио был написан конкретно к этой постановке, то есть для оперы Леонардо Митчи. Даже любопытно оценить самих себя, насколько у вас хватит того, что раньше называли словом кураж. Надо сказать, что если уж сказал о опере Артаксеркс, то вот эта Леонардо Метастазио послужила основой более чем 80 опер 18 века. Вероятно, это рекорд. То есть больше, чем на Метастазио, писали только на текст Библии. И почти во всех этих операх блистали кастраты. То есть я ищу это не об единичном каком-то случае, об огромной колоссальной традиции. Фактически каждый уважающийся оперный композитор того времени должен был написать оперу для кастратов. Для кастратов писали даже молодой Моцарт и Россия. То есть композиторы более поздно. Что касательно этой оперы, еще пару слов о ней скажу. Если кто-то все-таки до нее дойдет и решит ее действительно отсмотреть, а я это рекомендую, то вы обнаружите, что там появляется эмоция, более того, преобладающая эмоция в музыке этого музыкального произведения, этой оперы, эмоция, которая на протяжении последних нескольких веков в музыкальном искусстве отсутствует. Тогда ее определяют словом фурор. Дословно ярость, хотя не совсем. Я уже упоминал слово пураж. Это такого рода арии оперные, которые, начиная с конца 18 века, полностью пропадут в музыкальном искусстве. То есть будут похожие эмоции, но конкретно такой эмоции не будет. А здесь при нее делается ставка. Половина из али этой оперы будут бить именно в эту точку. И сам факт того, что они нам кажутся отчасти похожими, и тот факт второй, то, что в последующей музыкальной традиции подобная эмоция отпадает, говорит о том, что с одной стороны мы достаточно плохо способны дифференцировать то, что не дано нам в непосредственном опыте, а во-вторых, то, что даже наши отношения к чему бы то ни было, постепенно меняются эстетически. То есть мы испытываем эмоции не те же самые, которые испытывали люди еще пару веков назад. То есть мы их можем именовать так же. Но музыкальное искусство, зачем хорошо, оно сохраняет посыл изначальный, эмоциональный посыл. В отличие, предположим, от искусства, связанного со словом, или от искусства, связанного в еще большей степени с живописью. Почему это так, можете посмотреть в прошлый сезон моей эстетики. Я там детальнейшим образом, как раз цветовой символей, смотрелся. Итак, мы пришли с вами к выводу, что представления о красоте и уродстве, о желанном и нежеланном, на протяжении веков менялись. И подчас весьма существенно. То есть напрямо противоположно. Однако, не нужно спешить и провозглашать, что каждая эпоха абсолютно независима от всех предшествующих эстетических тенденций. Такая точка зрения господствует у наивных читателей текстов Мишеля Фуко, который сам на самом деле никогда не упрощал историю культуры до такой школьной схемы. Помимо постоянных изменений, которые происходят в культуре и природе эстетического, существует и определенного рода универсалии. Но их мало. Да, они есть, но их весьма и весьма мало. Основной универсалией стоит считать специфику нашей физиологии восприятия, реальности. Ну, в том числе, кантовские категории. То есть специфика нашего восприятия реальности, физиологическое восприятие реальности от века к веку не менялась. То есть зрение у нас абсолютно такое же, как было у гоминид когда-то, из которых мы произошли. И тем не менее, несмотря на то, что наше зрение и физиология нашего уха, строения не менялась, воспринимали от века к веку, а цвета и звуки совершенно различны у образа. Мы не будем забывать о том, что, ну, известный, да, факт, что в античности фактически не замечали синий цвет. То есть даже определения этого слова не было. Это значит, что у них были какие-то брошения зрение глаз, да, просто для их культуры это было настолько отсутствующим феноменом, что они его не видели. Они могли его спутать с черным, с коричневым, с красным. Ну, Василек, например, описывался как красный. Яртый, значит красный. То же самое можно сказать и о слухе от века к веку. Слух о воде восприятия достаточно сильно трансформировалось, при том, что физиология никак не металась. В следующий раз я приведу вам список универсалей. Универсалии достаточно долго искали американские специалисты, этнографы, историки культуры с целью выявить некие основополагающие базовые моменты в том, что можно определить как человеческая культура. То есть, что не менялось в человеческой культуре. И надо сказать, что на скребле их достаточно мало, хотя было задействовано просто неимоверное количество материала исходного, фактически вся информация о когда-либо описанных человеческих сообществах. И эти универсалии, они достаточно расплывчатые, туманные. Если мы их хотя бы как-то попробуем конкретизировать, они от нас ускользнут, и тогда мы попадем вообще в ситуацию абсолютной нестабильности, того, что мы не можем определить вообще, что такое человеческая культура. Но, так как хотя бы на этом общем уровне эти универсалии есть, значит все-таки какие-то основания для того, чтобы именовать различные сообщества человеческими тоже есть. И одни из такого рода универсалии, просто приведу два примера, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Это музыка, допустим, и магия. Не было никогда ни одного зафиксированного сообщества, чтобы там не было, допустим, музыкального искусства и каких-то ритуальных практик. Вот это и есть универсалии. Их список исчисляется, там их меньше тысячи, то есть это небольшое количество общих каких-то явлений для человеческого сообщества, и они никак не могут подпасть под то, что, в общем-то, мы относим к сфере именно эстетической. То есть эстетические и этические культурные ценности в подавляющем большинстве своем находятся в стадии тотального металлорхизма. Они трансформируются постоянно, и учитывая то, что мы полностью являемся плодом этих изменений, естественно, мы эти изменения не замечаем. Так как известный Каан на тему, кто меньше всего знает о воде, и правильный ответ – рыба, ибо она всегда водя, соответственно, она даже не может в принципе помыслить, что вода существует как-то коварь. Универсалии же в таком случае являются своеобразными коридорами, по которым происходит постоянное перемещение культурных ценностей. И чтобы разобраться в том культурном пространстве, в котором мы с вами находимся сейчас, и понять его основные тенденции, нам, естественно, потребуется вооружиться инструментами сравнительного анализа. Ну, если бы я вам не показал пример Сартаксяк, сам Винчи, то навряд ли бы мы смогли понять, насколько причудливым могло это выглядеть в контексте ну, допустим, начало 18-го столетия. А это было массово время. Сейчас для нас это странно. Я преподаю в многих музыкальных заведениях, и далеко не все мои ученики могут слушать в принципе контрактинал. Потому что они поют зачастую в вышесадах. То есть в аудиозаписи, пожалуйста, речь идет в Довинцерда, то есть как это выглядит. Поломает определенный стерятие. Тогда читалась Ангельская империя. Такие певцы были вытеканы. Декород. Проводя параллели и сопоставляя представления о прекрасном вчера и сегодня, выявляя универсальный и напротив метаморфирующий феномен, мы можем обнаружить, куда смещаются доминанты эстетического сейчас. А зачастую и выявить более существенные вещи. К примеру, те сетки экспрессивно заряженных означающих, которые ежедневно незаметно руководят нами при нашем выборе. Эстетика может не только научить вас более осознанно относиться к вашему представлению о красоте, не только помочь разобраться в произведениях искусства, но и, главное, она способна научить нас быть более независимыми, отслеживать и отсеивать те представления, которые вам навязываются различными внешними инстанциями, а значит, она может научить вас формировать свои собственные представления, которые будут основаны на вашем личном, осознанном и продуманном выборе, за который вы будете готовы нести ответственность по крайней мере перед самими событиями. Что еще может дать вам эстетика? Эстетика может дать вам свободу и многообразие. И это не голословное утверждение. Большинство людей считает, что существует лишь одно состояние сознания, которое именует бодрствовать. Сон, соответственно, это состояние выключенного сознания. Я говорю об осознанном состоянии. Так вот, однако, при помощи эстетического самовоспитания можно добиться нескольких сотен таких состояний сознания. А в каких-то случаях даже нескольких тысяч. Каждому из нас известно, что в состоянии гнева мы ведем себя не таким же образом, как в состоянии, когда мы спокойны. В состоянии влюбленности не таким же образом, когда она отсутствует. В состоянии скорби третьим образом. И так далее. Таких состояний, меняющих наше представление о реальности и себе, и изменяющих наши поступки, очень и очень много. Но очень сложно, во-первых, научиться их тонко дифференцировать, особенно такие, для которых не существует даже конкретного выражения в языке. Понятно, что наш язык, характеризующий наши эмоции, если вы попробуете просто выписать себе в тетрадочку все, что вы помните об эмоциях, то он у вас где-нибудь на третью сотню и закончится, наш новарный запас. Если мы говорим о том, что таких состояний может быть несколько тысяч, а я полагаю, что все-таки пары десятков тысяч, то понятно, что словарный запас наш быстро иссякнет, а если нету определения, значит нету и памяти для фиксации этого чувства, этой эмоции, этого состояния сознания, если угодно. Вторая же проблема научиться вызывать эти состояние сознания произвольно, тогда, когда это может быть вам нужно, так как у любого состояния сознания есть как свои сильные стороны, так и свои недостатки. Если научиться использовать преимущества каждого из подобных состояний и избегать недостатков, подбирая состояние сознания соответствующие окружающие вас ситуации, то можно научиться не только видеть этот мир в десятки раз более интенсивно, но и стать намного более эффективным. Казалось, какая может быть связь между этими состояниями сознания и эстетикой как философией искусства? Но на самом деле эта связь непосредственная, так как только через эстетический анализ произведений искусства, анализ экспрессии формы, возможно научиться восполнять багаж тех состояний, которые даже не продаются определению в языке. Как это делать? Мы будем учиться с вами и этому в том числе. Это непросто, но это вполне возможно. Проблема в том, что почти каждый из нас воспринимает произведение искусства не с точки зрения эстетики, а с точки зрения этики. Это закрывает путь к применению обозначенных невыбышей техник изменения состояния сознания через эстетические модели реальности. То есть люди смотрят фильмы и читают книги и находят там определенный скрытый смысл. которые считают этическим посланием автора. Собственно так учат знакомиться с произведениями искусства в школе. Но это неверный путь для понимания искусства как такового. Если бы сутью произведения искусства был так называемый скрытый смысл или как это именовали в советской реальности подобрюка, то произведение с одинаковым скрытым смыслом, то есть с одинаковой моралью, были бы одинаковые, а мы понимаем, что это не так. Что могут быть разные произведения там о героическом подвиге, о отцовском долге, и действовать на нас они будут по-разному, а не один и тем же образом, хотя могут иметь идентичную моральную подоплеку. я вам упоминал сегодня фигуру крупнейшего драматурга 18 века, великого поэта Пьетро Метастазио. На его 26 драм было написано более 800 опер. Казалось бы, они должны быть одинаковые, если суть в нравственном научении. И тем не менее, это совершенно различные произведения, которые будут оказывать на вас совершенно различные действия. Значит, дело не в этике, а в чем-то другом. Скрытая мораль имеет принципиальную позицию только в баснях и некоторых детских сказках, а также в произведениях поверхностно-агитационных, то есть нарочито-политизирующих, инфицированных. В настоящих же глубоких произведениях искусства может быть обнаружено либо бесконечное количество сложно переплетенных смыслов, которые зачастую противоречат друг другу. То, что Жильдерез удачно определил как резома, то есть корневещи, либо ни одного, что на самом деле одно и то же. Так как произведения искусства рассмотрено с точки зрения эстетики, это созданная автором новая форма, заставляющая мир вокруг изменяться, так как она представляет собой также и определенную силу, с которой мир вынужден считаться. Новая форма в широком понимании этого слова порождает новую возможную точку отчета, с которой вы можете смотреть на себя и на мир вокруг вас. То есть каждое подлинное произведение искусства порождает возможность к новому состоянию сознания, к новому видению всей сетки ценностных координат человека в целом. И не стоит недооценивать такую форму. Именно в ней кроется отличие одного произведения искусства от другого. Та система отношений, тяготений и отталкиваний, которая создается режиссером кино или театра, та сумма противоречивых сил, на которых выстраивает свое произведение композитор или художник, порождает новый мир, новый образ мира, а значит дарует нам возможность обновления. Искусство рассмотренное в таком ракурсе это бесконечный инструмент нашего самообновления и бесконечный инструмент к переоценке мира вокруг нас. А всякая разумная переоценка снимает с нас оковы и предоставляет возможность. Об этом и много другом мы будем говорить с вами на последующих наших занятиях. Я понимаю, что сегодня вероятно для многих из вас будет это занятие далеко не самым интересным, так как я просто зачитываю вам некую установочную, ознакомительную характер информацию, но на самом деле я не мог начать цикл наших лекций, никак не обрисовав хотя бы контуры того, чем нам предстоит заниматься. это было бы странно. Так что я свой долг исполню, а со следующего занятия смогу с чистой совестью рассказать вам то, что интересно лично мне и то, что, как я полагаю, должно быть важно и интересно вам. я, как правило, наполняю лекции не тем материалом, который я уже тысячу раз читал, вообще безумно не люблю даже одну лекцию повторять, иногда это приходится делать, иногда просто заказывают какую-то конкретную лекцию, но тем не менее, дважды одну и ту же лекцию у меня правило не читать, поэтому таких лекций, какие я буду читать вам, я еще не читал, более того, я и не иду по пути тех исследователей, которые просто читают на своих лекциях материал их же собственных книг. В моем случае мои лекции предваряют мои книги, они наоборот. То есть я ставлю ту проблематику, которую мне было интересно осветить в этом сезоне, в этом семестре, потом отработанная уже на вас, отработанная в диалоге с слушателем, она будет попадать в печальный работу. И еще один момент, который нужно охарактеризовать. В своих лекциях я стою на принципиальной позиции субъективного восприятия на аудиторию, субъективного воздействия, я не даю никаких определений под запись, потому что считаю это бессмысленно. я предлагаю вам своеобразный квест пространства смыслов, организованное определенным образом, и даже если вам по-началу будет достаточно сложно в этом ориентироваться, вы так или иначе, спустя несколько лекций, включитесь в процесс поймете, что на самом деле такой способ имеет разительное преимущество над мертвым каталожным перечислением, над лекциями списками. Я предполагаю, то, что занятия должны быть структурированы достаточно очень хитрым образом, я не даю простых структур, то есть вот типа от древнего мира к современности, или вот только такая проблематика, только такой слез, нет, я попытаюсь заходить в каждой лекции с разных сторон к тому ядру, которое на самом деле мы сегодня условно попытались охарактеризовать, то есть к ядру эстетического как такового, но которое на самом деле, потому и каждый сезон мной описывается различным образом, потому что полностью оказывается невыразимым. описать, что есть эстетика и поставить на этом точку просто невозможно. Немножко эстетика то-то-то-то. Эстетика как дисциплина это часть философского корпуса дисциплины. В общем-то это вам скажет ничуть не больше, чем если скажу, что логика это часть корпуса философских дисциплин. и да, я понимаю, что многие педагоги стоят на позиции того, что вот это вот, это то-то, да, запишите, меня зачастую также учили, где я на многих местах учился, имел возможность сопоставить образование в разных учебных заведениях, но в общем-то эта проблема существовала давно, как если мы можем прочесть у нашего классика, душа моя Павел, держись в моих правилах, любит кто-то тот и делает того, кажись это ясно, прощай, мой прекрасный. Вот примерно так выглядит среднестатистическая учебная программа, но очень легко человека заставить запомнить, что вот это значит это, вот это значит это, потом он это выписывает на листочек себе, на зачете он это себе со шпаргалки спишет, и в общем-то мы получим хороший результат, он получит хорошую циферку, что она значит и зачем она нужна, мне непонятно, но циферка будет высокая. Я предполагаю, что мой курс рассчитывает не на то, что он преподнесет вам некую информацию, информации, простите, сейчас в сети столько, что ты не знаешь с какой стороны к ней подойти. Потому что в любом случае, а я уже давно столкнулся с феноменом ограниченности нашей памяти, то есть если мы ее перегружаем, а если человек полимант, он занимается сразу различными исследованиями, различных областях, и не только исследованиями, и творческой деятельностью, то ты постоянно понимаешь, что вот он этот предел, ты его ощущаешь, где находится предел памяти. Да, он огромный, но он есть. Поэтому в общем-то смысл не в сохранении в своей голове информации, а в чем-то другом. Я полагаю, что смысл моих лекций в том, чтобы зародить любопытство, которое должно привести вас к большему, чем информация, а именно к знанию. Но знание это не информация. Знание это то, чем вы пользуетесь постоянно. Если вы останавливаетесь на красный свет перед светофором, если вы берете ложечку, чтобы размешать сахар, вот это знание. Если вы приходите вовремя куда-то, на свою работу ежедневно. То есть это то, что входит на уровень сверхсознания. Вот это знание. Информация болтается на уровне нашего сознания как такового. Неверно называть это на уровень бессознательного. Дело в том, что творчество, могу вам это как композитор профессиональный сказать, что творчество это не акт бессознательного вдохновения. Творчество это акт сверхсознания. Когда человек сначала очень и очень долго что-то учится делать, то есть вас сначала если научить проводить некую ровную линию, то у вас она не будет достаточно ровной без линейки. Тем более, если вы будете делать кистью. но с течением времени вы набьете себе результат, что вам даже не придется об этом думать. Возьмете и проведете идеальную ровную линию. То же самое происходит в любой другой области. То есть когда автор творит и не успевает даже оценить, а что он сделал, это не значит, что на него снизошло вдохновение. Как известно, периодическую таблицу Меделеева увидел почему-то химик, который всю жизнь на ней работал, а не какой-нибудь строитель, железнодорожник или еще кто-то. Нельзя назвать случайным совпадением. То же самое происходит и в творчестве. Почему-то симфония не падает на голову какому-нибудь водителю такси и так далее. А она почему-то приходит в голову тому, кто этому по крайней мере лет 20 учится. Соответственно, вот он сверхсознательный уровень. Это и есть уровень знания. Я всегда рассчитывал и буду рассчитывать свои лекции на то, что они несут знание как таковое, а не информацию. И моя цель скорее сместить ваши точки взгляда на реальность показать вам возможности альтернативы другого взгляда. Знаете, что я вас возьму и потащу куда-то, да, чтобы вы сместились во что бы то ни стало. Нет, моя задача показать вам альтернативу. И если хотя бы на часть из вас это сработает, то я буду считать, что моя задача выполнена. таким образом мы будем пробуждать вас в любопытство и коль скоро Р.М. Олхас определил именно таким словом суть журналистики, то где-то в институте журналистики соответственно подобное практиковать. В следующий раз мы с вами обратимся к интереснейшей на мой взгляд теме. это будет тот редкий случай когда я материал таки повторю хотя сильно его расширю. Эту лекцию я уже читал весной этого года на психоаналитической конференции. Она будет посвящена моей теории нашей природы восприятия. То есть восприятие окружающих нас форм как раз с точки зрения их универсальности. вообще я обычно на всех своих лекциях настаиваю именно на позиции парадигмального обновления эпох. То что каждая эпоха радикально отличается от предшествующей. Но так как я стал понимать что многие делают из этого слишком решительные выводы я решил предварить подобный взгляд на искусство лекции об определенных универсалиях в нашем восприятии. да это будет совсем архаичный уровень это уровень по сути хронический предшествующий человеческому как таковому более того я буду это демонстрировать не только на произведениях искусства и даже не столько на произведениях искусства сколько на том что мы отнесли все-таки к неживой природе но так как понимаете природа эстетического почему мне не нравится гегельерское определение эстетики как философии искусства потому что произведение потому что эстетика в большей степени сказывается скажем в большей степени ориентирована на наше восприятие экспрессии форм в целом чем только в произведениях искусства то есть когда вы любуетесь восходом солнца когда вы любуетесь красивейшей игрой цветов их форм на спиле агата когда вы там любуетесь красотой формы фигуры лошади то в общем-то те задействованные вас инстанции они функционируют таким же образом как когда вы любуетесь пределом искусства вот то есть природа эстетического выходит за пределы эстетики рукотворной то есть эстетика шире чем просто философия искусства другое дело что именно искусство как плод рук человека позволяет в большей степени охарактеризовать ту или иную культуру тот или иной локус в каждую единицу времени да если мы хотим сделать спил социокультурный то произведение искусства намного будет сказать больше чем наша так скажем вдохновленность радуга и так далее но если мы хотим отстоять к примеру парадигмальную позицию то простите тут пойдет ход и эта же самая радуга потому что именно при помощи различных описаний радуги сделанные в разные эпохи начиная от античной Греции и вплоть до открытий Ньютона середины 17 века ни один из авторов не описывал радуги 7 цветов да первый и последний был в итоге то есть если произведения искусства могли выцвести произведения искусства могли перекрашиваться со временем да то радуга мы понимаем как она возникает это понимали уже в эпоху античной Греции а мы описывали ее совершенно под руком именно допустим такие фундаментальные природные явления позволяют нам сказать да в античной Греции фактически никакого значения не обращали на синий цвет порядок цветов в средневековой радуге был совсем другой чем сейчас мы наблюдаем и нам кажется что а вот теперь мы видим правильно теперь 7 цветов это конечное научное так скажем открытие которое теперь срослось с общим рядовым мнением каждого отдельно взятого члена нашего сообщества но если вы обратитесь к взглядам самого Ньютона то он закаялся в конце жизни что он спектр охактивизовал состоящим синий цветов потому потому что с точки зрения физики это континуум он никак не запилен ни на сколько и если там древний человек мог поделить очень очень тоненько допустим красный цвет и уметь отличать различные оттенки красного и мысли различные наполненные по символизму а все остальные сваливать в один единый цвет условно называв его темным то сейчас мы просто пилим это совершенно определенным образом на 7 составляющих грани но это тоже неправильно и вполне возможно что через пару веков над нами будут так же смеяться как мы можем посмеяться над учеными античной Греции которые спорили 4 или 5 цветов а кто-то говорил 3 потому что они действительно видели там 3 потому что там он наден это свет просто притомлен свет ну в общем-то на этой торжественной ноте я предлагаю сегодня завершить свою речь есть у вас вопросы ребята девчата нет вопрос значит либо ничего непонятно либо понятно все будем надеяться что все понятно ладно тогда до следующего раза если здесь были не все то передавайте своим коллегам завтра послезавтра вы дружу лекцию знаете всем класс спасибо Спасибо.